здравствуйте здравствуйте еженедельная рубрика вопрос депутату в этой рубрике депутат государственной думы андрей витружский отвечает на ваши вопросы которые вы можете прислать по адресу который сейчас находится внизу экрана или же через форму на сайте момент истины как правильно зафиксировать что услуги жкх оказывается некачественным действительно недавно был принят закон и он 7 ноября вступил в силу о том как облегчить жителям оформление факта некачественной услуги задают вопросы холодная батарея грязная вода куда звонить как сделать перерасчет и сегодня это такая непростая процедура а в соответствии с новым законом достаточно позвонить в аварийно диспетчерскую службу зафиксировать факт предоставления некачественной услуги и вот дата этого звонка будет дата из которой будет в дальнейшем отчитываться начало предоставления некачественной услуги и соответственно перерасчет понятно что должна управляющая компания будет потом смотреть какой-то акт составлять с теплоснабжающей или люк другой организацией это уже их будут вопросы самое принципиальное что у человека облегчается вся эта процедура он звонит в аварийно диспетчерскую фиксирует факт и дальше этот факт уже будет главным для того чтобы перерасчитывать услугу именно с этого момента и если управляющая компания или теплоснабжающей организации пришли позже это уже и будет проблемы у человека зафиксирована дата там день-два позже пришли это не с момента того когда они пришли а с момента звонка в аварийно диспетчерскую службу что делать если потеряна банковская карта могут ли воспользоваться другие действительно бывает к сожалению случаи когда человек утерял документы банковскую карту и что делать в этой ситуации сначала конечно надо заблокировать банковскую карту для этого позвонить на горячую линию банка или через сайт банка зайти и заблокировать вашу банковскую карту вторым шагом необходимо заявить ближайший орган внутренних дел о том что у вас утеряны или украдены документы причем в заявлении вы должны написать обстоятельства что утеряно или украдено и вам обязательно должны выдать талон о том что это заявление у вас принято бывают случаи что органы правопорядка не хотят там или не могут почему-то принять заявление тогда жалоба в прокуратуру и обязательно это заявление все-таки подать для того чтобы легче дальше было восстанавливать документы после того как вам дали талон необходимо восстанавливать уже паспорт и это если по месту жительства то вам восстанавливают в течение 10 дней если в другом месте то вам должны восстановить течение 30 дней ваш паспорт если по вашей вине то вы платите пошлину полторы тысячи рублей и если не по вашей вине и это доказано то восстанавливать бесплатно ну и получив уже паспорт вы всегда можете идти и восстанавливать остальные документы подписывайтесь на канал и конечно же задавайте свои вопросы до свидания